добрый день добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков уже много лет снимаю для вас видео ролики по психологии психологическому консультированию психотерапии основной мой профиль это невроза тревожно-фобические панические вегетативные расстройства и навязчивые долго не снимал я таких длинных лекций поэтому я думаю что сейчас как раз будет такой формат около часа я думаю поэтому предлагаю вам усесться как говорится поудобней перед экраном ваших телевизоров и сегодня мы будем говорить об очень важной невротической истории мегаполиса это любовь и отношения почему нам так больно когда мы расстаемся что за механизм заставляет нас глубинно переживать по этим вопросам я отойду от классической научной когнитивно-поведенческой терапии и буду говорить это немножечко через собственную концепцию собственного опыта многолетнего со своими клиентами что меня подтолкнуло к вернуться к теме любовь если вы смотрите за мной за моей работой и за работой канала наверняка вы видели лекцию о любви в двух частях 2010 или 11 годов я сегодня по сути некоторые вещи повторю потому что несмотря на то что это было три-четыре года назад вот чисто концептуально это не так уж изменилось то что я буду говорить но я это наделю более яркими примерами что ли да может быть объясню более детально и так почему вообще опять родилась эта идея рассказать вам о этой истории когда мы говорим о терапии неврозов панических атак фабических механизмов мы должны понимать что посмотрите мой предыдущий ролик этом уже об этом говорил что фабические и навязчивые механизмы это метаф это механизм переключения внимание на собственное здоровье на страхи и навязчивости вегетативные симптомы такие которые вы называете везде или просто вегетативное напряжение это эмоциональное состояние поэтому покраснение озноб тахикардия кишечник и так далее это функциональное состояние основано на эмоции и многие мои клиенты как в очном так и в интернет пространстве в структуре генеза и теологии невроза мы выявляем что психотравмирующими ситуациями была либо неразделенная любовь либо отношения с мужем женой с девушкой с мальчиком в более сложных случаях врачи психиатры и клинические психологи и клиницисты клиницисты наблюдают попытки суицидов из-за неразделенной любви это большая проблема когда 18 19 летние ребята пытаются трактовать разрыв со своей второй половинкой и причиняет себе вред безусловно это большая трагедия и большая проблема и я считаю что прежде всего здесь есть недоработка образование нашей стране потому что в девятом 10 в 11 классе очень важно правильно заложить основу психологической грамотности которая к сожалению у нас нет и ваш покорный слуга и мои коллеги работаем уже с тем грубо говоря поврежденным материалом который развивается и не имел шансов не столкнуться с реальной проблемой повреждение этого в кавычках материала эта психика да имеется ввиду материал возникает безусловно в детском этапе взаимодействие мама папа ребенок примерно до восьмилетнего возраста где очень важно правильное достаточно хорошее отношение матери и достаточно хорошее отношение отца я готовлю большой материал по этому вопросу поэтому многие спрашивают он практически готов скоро вы увидите это и будет трехчасовое мероприятие посвященное достаточно правильному воспитанию детей чтобы не столкнуть их с невротической проблемой так вот давайте поговорим немножечко о любви и о том что такое механизм давайте я начну с того что расскажу вам как вообще человек влюбляется что такое влюбленность и как это вообще трактуется с точки зрения системы управления эмоциями результатом вашего покорного слуги сразу хочу сказать что то что я буду сегодня вам рассказывать кто-то отнесется к этому скептично и скорее всего это люди поведающие некую такую религиозную или духовную историю про любовь которые считают что это некая некие вторые половинки которых надо найти и и вот у тебя есть шанс найдешь ты или не найдешь или что ты нашел но потерял и теперь больше их нету да вот такие люди скорее всего достаточно скептично отнесутся к моим сегодняшним тезисам но я просто расскажу это а вы уж сами решаете как этому относиться для чего я это рассказываю расскажу я вам это не для того чтобы обломать вашу веру или посмеяться над ней для того чтобы вы лишний раз задумывались а действительно ли рационально так повреждаться от ситуации когда мы расстаемся а в чем причина моего повреждения такого сильного а почему меня зацепил этот человек а куда он попал а что будет если мы расстанемся вот поэтому воспринимаете мою сегодняшнюю лекцию как метафору профилактики от сильных эмоциональных повреждений на почве расставаний окей окей давайте начнем с того что я попытаюсь объяснить вам как я обычно это делаю прошлая лекция была на бутылках и на одной из греческих богинь но сегодня я постараюсь на пальцах объяснить как выглядит механизм влюбления или любви как аффекта во первых надо понять что с точки зрения центральной нервной системы и психиатрии мы можем рассматривать любовь как аффективное состояние в чем аффект объясню во первых аффект это состояние психики когда мы перестаем размышлять логично и начинаем руководствоваться совершенно странной логикой совершенно странными поступками которые могут быть как позитивно окрашены так и негативно окрашены да негативные аффекты приводит к нарушению закона и повреждениям серьезным а позитивное аффективное состояние это мы там миллион на миллион алых роз гитары под окнами там по лестнице в окно это приятные такие состояния аффекта которые помните мы вспоминаем с радостью на каждом дне рождение годовщине как я лазил в окно но есть и негативные конечно воспоминания этих аффектов при расставаниях и тому подобное итак рассказываю механизм всей этой истории значит очков не вижу у вас болят от компьютера ну ладно значит смотрите что происходит есть некоторые факторы которые могут совпасть а могут не совпасть проще говоря я сейчас расскажу как мы влюбляемся первый фактор фактор внешний человек с момента рождения до сегодняшнего дня постоянно находится состоянии оттачивания и эволюции собственных рефлексов научений и собственных навыков первый слой так называемый при состоянии влюбленности не при а еще до даже формирует это внешний фактор проще говоря блондинка брюнетка рыженькая короткие волосы длинные волосы брюнет шатен это он же да там карие глаза серые глаза зеленые глаза фигура все эти внешние качества являются сочетанием или конгломератов предыдущих опытов или маленьких аффектов ну например вы видели что-то в телевизоре в журналах предыдущий опыт знакомства то есть у вас формируется некий некая такая мозаика образа внешности которые вам нравится и который вам не нравится то есть за доли секунд когда вы идете допустим по какой-то улице и на вас идут люди ваш мозг за доли секунд сканирует некое сочетание внешних факторов да если это можно было бы компьютерно показать то это моментальное сканирование будете как отпечатки пальцев сканируются то есть картинка да а потом множество вариантов прокручивается и вот примерно так же у нас прокручивается в голове когда мы видим что-то внешне а если человек по некоторым параметрам начинает совпадать происходит некий такой импульсный сигнал в организме вы такой сразу бам оба вау красивые мальчики там красивая девочка да за долю секунд ваши критерии подошли это первый фактор дальше идет фактор следующий он называется эмоциональным фактором бывает так что вы внешние факторы совпали дальше начинаете по тем или иным причинам как-то общаться и контактировать здесь тоже возникают уже более сложные психологические нюансы комфорта и взаимопонимание когда вы понимаете что вам с человеком легко вам с человеком вас ничего не отталкивает да вы имеете вам интересно он начинает попадать какие-то глубинные если об этом поподробнее структуры психологические психоанализа где он начинает выполнять уже определенную функцию допустим вы начинаете видеть с ним защиту и он о вас заботится это психоаналитическая метафора того чего вам не хватало то есть сразу с места в карьер кто-то начинает включать папу кто-то начинает включать маму кто-то начинает включать ранимую девочку который искала отца кто-то начинает включать мальчика а папу который искал значит девочку который будет папой оберегать заботиться на чудо тут сложные психологические И механизмы об этом очень подробно я рассказываю в трехчасовом вебинаре о любви и сексе, который есть на сайте в разделе «Услуги». Если захотите потом поподробнее, совсем детализированно, вот можно приобрести этот вебинар, посмотреть. Но я сегодня постараюсь тоже вам максимально детализированно это объяснить. Итак, второй фактор – фактор психологический. Вы начинаете быть близки с этим человеком, общие темы, общие интересы, и вам становится комфортно. Итак, у нас совпало два фактора – внешний и психологический. Дальше возникает фактор сексуальный. Бывает так, что мальчик или девочка красивая, бывает так, что вам вроде с ней прикольно, интересно и достаточно неплохо, но как только дело доходит до сексуального контакта, вы в одну сторону, он в другую сторону, оргазм через 30 секунд, вы вообще не поняли, что это было, да, вот тут начинаются тоже моменты совпадения-несовпадения. Если вы в сексуальных предпочтениях, в сексуальном контакте тоже гармоничны, то для психики это уже очень тревожная, так скажем, в кавычках кнопочка. Фактор внешний совпал – кнопочка загорелась. Эмоциональный фактор совпал – кнопочка еще сильнее. Если есть сексуальный фактор совпал – кнопочка вообще яркая. И вот если четвертый фактор совпадет, то вы попали. Ну, в хорошем смысле, да? Четвертый фактор – это фактор психоаналитический. Это фактор потребности. Насколько этот человек удовлетворяет ваши потребности в заботе, опеке. И глубинные механизмы основаны на отношениях с матерью и с отцом. И вот если в эти глубинные, сейчас не будем детально про это, да, здесь, механизмы, посмотрите, в вебинаре там про эти механизмы подробно для вашего образования, но тем не менее. Итак, если внешний фактор совпал, психологический фактор контакта совпал, сексуальный фактор контакта совпал и психоаналитический фактор в потребности отца, дочери, любви, заботы, защиты, поддержки, допустим, если папа был холодный и тут мальчик теплый, вы сразу – а-а-а-а, да, наконец-то это любовь и теплота, которой так долго не хватало, наконец-то. Вот оно, любовь нашла половинку. И вот тут формируется аффект, очень сильный для психики, проще говоря, в какую-то, запоминайте, единицу времени ваши потребности, вот эта девочка, вот это мальчик, окей, я буду так показывать, в какую-то единицу времени ваши потребности совпали. У него свои потребности из-за своих отношений с матерью, у не у вас, у девочки, свои потребности из-за отношений с отцом, внешние сексуальные факторы в совокупности совпали в единицу времени х. вот они совпали, и вы влюбились, и вы, вот вы, всё, неразлучны. Круто? Круто. Те люди, кто знают это состояние, его никогда не забудут. Вот это гармоничное совпадение. Это безумно приятно, это аффект очень яркий и приятный. Но нужно знать маленький нюанс. Теперь следующий момент. Человек – это существо, которое постоянно эволюционирует. И из-за собственного опыта, из-за собственных ошибок, из-за собственной жизнедеятельности, постоянно эволюционирует во многих факторах. Каких? Внешних, эмоциональных, сексуальных предпочтениях и психоаналитической проработанности. А теперь, внимание, многие уже догадались, что происходит. У нас есть четыре фактора, по которым мы эволюционируем. Там есть еще факторы, культурные, но сейчас мы их не будем брать, потому что вы запутаетесь. Я возьму четыре таких ярких. И вот что происходит. Предположим, что вы в 2000 году совпали мальчик и девочка. У вас все четыре фактора совпали. Проходит какое-то время, предположим, год. Кто-то пошел из вас на работу, кто-то в институт, у кого-то были ошибки, проблемы. И вы учитесь на этом опыте. Вы взрослеете. У вас багаж начинает набираться, набираться, набираться багаж опыта. И вот здесь начинает происходить естественным путем следующий момент. В какой-то момент времени эволюционный процесс начинает... Вы начинаете двигаться. И вот если вдруг у девочки, которая пошла на работу, у нее карьерный рост, у нее совещание, публичное выступление, перелет или институт, или там какая-то движуха в жизни, у нее багаж и жизненный опыт начинает ее эволюционно двигать вперед. Сексуальные предпочтения, внешность, да, как-то там что-то происходит. И у нее критерии начинают эволюционировать. Она уже видит других мужчин. Она имеет другие опыты психологические. И ее потребности меняются. Естественным эволюционным путем меняются потребности. Ей уже хочется, чтобы ее там как-то по-другому в сексуальном моменте. Ей уже приелся ванильный секс или приелась ванильная история. Она стала взрослее. Ей хочется других ощущений. Это нормально. Психологически ей хочется других людей рядом, которые интеллектуально тоже куда-то шагнули, да, с каким-то опытом. А ей хочется... Она проработала, возможно, себя с помощью психоаналитика, да, что-то поняла. И ее потребности резко начинают вырастать. И если здесь тот самый мальчик, который был когда-то здесь, не сможет так же эволюционировать в этих четырех сферах, понимая себя, работая над собой, произойдет следующее. Произойдет вот этот момент. И вы начинаете понимать, что уже не попадаете. И вот тут начинаются проблемы в отношениях. У вас уже внешность какая-то так, терпится. Психологического понимания нет, потому что о чем с ним говорить. Там Россия! С фисташками. Футбол. А вы хотите как-то вот тренинги какие-то там. Там личностный рост, английский, да, там, карьера. А он «Давай, бей!» И вот тут начинается большая проблема. Он не попадает уже в ваши потребности. Возникают следующие два фактора. Ну и сексуальные тоже самое. Все, вы шагнули. И вот тут, вот этот момент, он как раз... Ой, что это такое? Это как раз очень важный момент. Поняли, как происходит разлад? Чтобы такого не случилось, во-первых, давайте я вам скажу честно, это очень сложно, чтобы такого не случилось. Потому что на этапе вашего совместного эволюционного процесса вот этот момент турбулентности будет всегда. Вопрос в том, чтобы вы ловили друг друга на маленьких моментах вот этой турбулентности, опыта вашего. Потому что если будет вот так, то тут ловить придется как? Вам надо этого человека подтягивать, если он захочет, к себе. Потому что спускаться вам уже будет, ну, не вариант вообще. Если вы попробуете когда-нибудь спуститься до уровня России, да, вы попробуете, но вам там будет некомфортно. Потому что если вы когда-то всплыли на новый уровень, туда-обратно вам не хочется. Поэтому вы всплыли и поговорите, эй, чувак, давай, давай, вперед, что-то на диване сидишь. Да мне хорошо здесь, да? Все, начинаются проблемы. И вот тут начинается какая основная беда, которую я встречаю в своем личном консультировании. Если у этой девочки есть механизмы молчать и не выражать, или выражать с помощью крика, а не конструктива, и эти механизмы мы тоже разбираем в группе, где мы учимся конструктивно вот эту историю дотягивать и дорабатывать, либо принимать решение, вот тут как раз у ребят возникают большие проблемы, потому что происходит вот так. Вы уже давно, мягко говоря, вот так, вообще, мягко говоря. Но сделать с этим ничего никто не может. Ему там хорошо с фисташками, ей никак. Но обсудить это конструктивно люди не могут. Они отворачиваются друг от друга, и начинаются проблемы. Каждый про свое, но в то же время они как бы спарены обязательствами и так далее. Поэтому, чтобы такого не было, во-первых, надо понимать и чувствовать эти вибрации эволюционного развития каждого и обсуждать это правильным образом. Во-вторых, нужно смотреть на это объективно, что так или иначе вы меняетесь. И бывают ситуации, где на самом деле как бы Вася туда, Маша туда, это нормально. и совершенно нормально, если на каком-то этапе было все хорошо, потом как-то так случилось, что кто-то куда-то пошел, кто-то туда, у вас уже, вы выросли, допустим, оба, вы там директор HR, он там генеральный директор, там этого, да, уже, ну, не туда. И тут надо понимать, что либо вы, как бы, принимаете решение сохранить ваши отношения во имя чего-либо, либо вы просто как взрослые люди начинаете понимать это и принимаете более взвешенные, рациональные решения со словами «Да, было так, стало так, мы это понимаем, это жизнь, это эволюционный процесс, в этом нет ничего критичного, криминального и так далее». Вы как бы жмете друг другу руку, встречаете такого же человека, который попадает и вместе опять движетесь. все естественно. Невротичность здесь заключается в том, что если вы вот так разошлись, многие люди говорят «Ага, все, половинку я прай, больше не будет такой половинки, все, пипец». Да вы просто эволюционируете, если было так, вы просто ушли вперед, из чего вы взяли, что вы не встретите человека, который вот так будет. Вот вы были здесь, смотри, ты была здесь, да, ты встретила парня, все было круто. Потом так случилось, что как-то вот так случилось. Ты как-то пошла вперед, а он немножко отстал. С чего ты взяла, что в твоем процессе развития не встретится вот такой мужчина, ты скажешь «Ого», он скажет «Привет, давай сюда». Как прикольно. И пошли дальше. Я не знаю, сколько раз вам придется вот так вот друг друга находить разных людей. Может быть, вы встретите одного и будете всю жизнь подтягиваться. Так тоже бывает. Может быть, вы пол жизни проподтягиваетесь, а потом в какой-то момент случится резко, да. Я не знаю. Но я знаю одно, что если вы к этому механизму естественных изменений, эволюционных по четырем формулам, как минимум, будете относиться так само поражающе со словами «я больше не встречу», «это ужасно». Вот тут вы начинаете фантазировать и как раз держаться за отношения, которые изначально уже обречены на провал. Вы будете держаться за непринятие решения. Скорее всего, вот это воздержание от принятия решений родит у вас защитные психологические механизмы. Сначала у вас будет вегетативное напряжение, потому что здесь, может быть, чувство вины детское причастное. Как же я его брошу, он без меня. Или как же я теперь буду одна, кому и такая нужна. Вот все эти вещи мы и прорабатываем. Потому что ко мне приходят часто клиенты, мужчины, женщины, и говорят, я понимаю, но блин, ну как быть-то? И вот тут начинаются паники, начинаются тахикардии, камы в горлах, даже не могу сказать, да, не свобода, куда ты от меня уйдешь, да, и начинаются всякие невротические, защитные, серьезные сложности. Конечно, когда мы понимаем, что основа внутреннего конфликта в отношениях, я лично стараюсь вовлекать в процесс консультирования обе стороны, чтобы ребята посмотрели на это, и если они принимают внутрисемейное политическое общее решение, продолжают эти отношения, но вот так вот, то мы должны четко прописать все эти критерии, по которым они разошлись, и фактически это такие дипломатические переговоры, где вы находите некие компромиссы с целью хоть как-то минимизировать вот этот гэп, вот этот разрыв, либо у меня в моей практике 50 на 50. Вот лично ваш покорный слуга, вот у меня 50 на 50. Те пары, которые меня консультируют, есть пары, которые это поняли и с помощью наших занятий, да, нашли некие взаимодействия и выровнялись, или хотя бы сказали, да, мы вот так, но мы все равно вместе, потому что семья, дети, там, совместные дела и так далее. И есть пары, которые сказали, да, действительно, как бы, ну, как бы не вариант, и мы понимаем, что я в одну сторону, развиваясь она немножко в другую, ну, главное это сохранить теплые отношения с пониманием этого. Вот примерно понятен, вот, механизм, как это происходит. Хорошо. Вот, собственно говоря, то, что я хотел вам рассказать, да, потому что вот эти четыре фактора, они очень важны. И более детально вот этот вебинар, да, секса, невроз, там именно психологические нюансы, мама, папа, кто есть кто, но надеюсь, что сейчас вы поняли, что этот момент – это аффективное состояние гармонизации здесь и сейчас. Пересматривать этот ролик. И последнее, что хочу вам сказать. В психотерапии, лично в моём понимании системы управления эмоциями, не надо бояться влюбляться вот этого момента. Не надо бояться вот этого состояния гармонии по этим факторам. Это безумно классно. Главная ваша задача – научиться здесь и сейчас пребывать в этом состоянии. И если что-то идёт не так, обсуждать это, а не замалчивать благодаря своим невротическим механизмам, которые должны быть разобраны с вашим консультантом. Главное – это радоваться тому, что есть, но самое главное, кто догадается, это трактуется во всех религиях мира. Кто знает хорошо религии мира или свою религию знает, что самое страшное – это привязанность. Это не метафора пофигизма. Привязанность – мы понимаем это, когда вы говорите, да, я люблю свою собаку или люблю свою кошку, или люблю этого человека, люблю этот свитер, джинсы и так далее. Но я прекрасно отдаю себе отчёт, что в какой-то момент собака, кошка, человек может уйти из моей жизни. Одежда может мне порваться, испортиться и так далее. Ведь вспомните, когда вы покупаете машину, одежду или запах какой-то, вы первое время в эйфории. Что случилось? Совпали ваши потребности. У вас были потребности в запахе, у вас были потребности в этой одежде, вы купили себе новый телефон. Да, потребности совпали. Проходит какое-то время, ваши потребности начинают уже двигаться дальше, и для вас уже то, что было приобретено, эволюционным образом обесценивается. Я знаю, что сейчас кто-то не полюбит эту фразу, но так же происходит и с людьми. Разница между людьми, кошками, собаками и джинсами и телефоном заключается в том, что если вы купили телефон в какой-то момент, он в какой-то момент эволюционирует у вас в голове, и у вас потребности будут другие. Поэтому компании Apple всё время эволюционируют. Они прекрасно знают эту модель. Они выпускают телефоны по принципу эволюции головного мозга человека. Вот это их секрет, мало кто об этом, ну, так вот глубоко это понимает. Зная эволюцию прогресса, вы можете выпускать новый гаджет, который будет постоянно обесценивать то, что было в прошлом, надо новое. Вот вам весь секрет. Соответственно, джинсы или телефон, купленный два года назад, вы сегодня должны будете купить эволюционно другие. Понятно, да? С человеком ситуация другая. У вас два выбора, и мы прощаемся. Либо вы оба эволюционируете и из айфона 2 превращаетесь в айфон 6 плюс, оба эволюционируя. Либо вы понимаете, что что-то у вас как-то уже не так, и вы принимаете какие-то обоюдные решения. Но не встаёте в позицию, не зная, что делать. Всегда есть выход, всегда нужно обсуждать, разбирать и осознавать это. Проблема заключается в том, что когда произошли вот эти моменты, и вы их не осознаёте, и у вас формируется тихикардия, комбор, боли, страхи, вы упираетесь в эти симптомы и считаете, что проблема в этом. На самом деле проблема не в этом, а проблема исключительно в том, что у вас в личной жизни могут быть такие противоречия. И находите, решайте эти противоречия, работа вашего покорного слуги и ваших консультантов-психотерапевтов. Я надеюсь, вы сегодня услышали интересные для себя понимания. Думайте об этом, задавайте вопросы, комментируйте. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. Скоро будет ещё два новых ролика. И будет большой вебинар, посвящённый воспитанию детей с целью профилактики неврозов. Спасибо вам. Следите за каналом, подписывайтесь на новости на сайте, подписывайтесь на меня в ВКонтакте, в Инстаграме. В Инстаграме я снимаю короткие видео-таблетки. Вам понравится. Подписывайтесь в Инстаграме, меня найти очень легко. Красиков Алексей. В ВКонтакте постоянные новости, набор в группу. Будет скоро новая группа на набор. Смотрите за новостями на сайте ВКонтакте. В общем, будьте на связи. Я чем смогу, вам помогу. Разберём все ваши сложности, которые можно разобрать. Так что, милости просим. До встречи. Увидимся. Пока.